Почему закрывают Стамбульский музей современного искусства? Какие загадочные узоры обнаружили ученые в Перу? И как роботы спасают от одиночества? Об этом и не только в нашем обзоре. Тревога в Чили. Вот-вот начнет извергаться вулкан Чильян, самый активный в стране. Огнедышащая гора неспокойна уже несколько лет, а в последние дни начала выбрасывать дым и пепел. Из одного из кратеров потекла лава. Сейсмологи зафиксировали сильные подземные толчки. В близлежащих поселках готовятся к эвакуации. Неподалеку от Чильяна десятки отелей, где останавливаются туристы. Неожиданная находка турецкие патрульные во время обычной проверки автомобиля на дороге обнаружили старинный артефакт. Библию, написанную на коже. Владельца машины, гражданина Ирака и его спутников-сирийцев задержали по подозрению в контрабанде. Книгу исследуют ученые. Сколько ей лет, пока не установили. Однако утверждают, что эта библия определенно имеет историческую ценность. Непредсказуемая башня. В датском городке Ворденборг решили снести старую силосную вышку. Вот только после взрыва динамита 56-метровое строение качнулось в одну сторону, а упало в противоположную. Из-за незапланированного поведения конструкции пострадала городская библиотека. Удар пришелся на ее крышу. Людей оттуда эвакуировали заранее. Специалисты, которые организовали демонтаж, инцидент назвали мистическим. Стамбул прощается с музеем современного искусства. Его закрывают на реконструкцию. Полюбившиеся горожанам здания на берегу Босфора планируют превратить в новый символ Стамбула. Над проектом будет работать известный архитектор Ренцо Пиано, автор парижского центра Помпиду и небоскреба Шард в Лондоне. Закончит работу через три года. Пока же всю коллекцию музея перевозят в другое здание в центре города. Птицы, кошки, человечки. Такие новые узоры на плато Наска обнаружили ученые в Перу. Открыли около полусотни геоглифов. Это огромные рисунки на Земле, различимые только с высоты птичьего полета. Считается, их оставили представители культуры Наска еще до нашей эры. Зачем для историков пока загадка. Исследователи установили, что обнаруженные линии на несколько сотен лет старше уже известных. Поэтому их авторами могут быть и другие народы. Робот, с которым не будет одиноко. Такой механизм разработали инженеры в Южной Корее. Говорят, он поможет одиноким молодым людям найти друзей. Внешне робот по имени Фриба напоминает кошку. В центре корпуса экран с интерактивными глазами. Прибор следит за передвижениями человека по дому с помощью звуковых и световых датчиков. Если хозяин пришел домой, Фриба может сообщить об этом другим владельцам подобных роботов. Отправив сообщение в чате и помочь им начать общение. Внешность обманчива. По крайней мере в случае с канадским сфинксом по кличке Эрдан. Недавно он стал популярен в сети благодаря необычной внешности. Его инстаграм уже собрал больше 8 тысяч подписчиков. С первого взгляда животное кажется злобным и недовольным. Однако его владелица утверждает, это очень милый и ласковый питомец. Эрдан любит наблюдать за птичками из окна, а еще обниматься с хозяйкой.